Режимы защиты данных Итак, режим защиты данных предоставляет охрану информации о результатах доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов. Посмотрим, как данный механизм регулируется в рамках международного договора. Согласно положениям ТРИПС, члены ВТО, требуя в качестве условия для разрешения сбыта фармацевтических продуктов, предоставления закрытых данных, получение которых сопряжено со значительными усилиями, охраняют такие данные от недобросовестного коммерческого использования. Кроме того, члены ВТО охраняют такие данные от раскрытия. Важно отметить, что первоначально в развитых правопорядках информация о результатах доклинических и клинических исследований защищалась с помощью установления режима коммерческой тайны или механизмов противодействия недобросовестной конкуренции. Однако ситуация поменялась после того, как изменилось регулирование в сфере регистрации лекарственных средств. После введения специальной сокращенной процедуры регистрации для воспроизведенных препаратов, которая допускает возможность ссылаться на результаты доклинических и клинических исследований оригинального производителя, неопределенный период времени для защиты данных был заменен на ограниченный период, по истечении которого производитель дженерика получал право ссылаться на результаты исследований оригинального лекарственного средства. Так были созданы действующие на сегодняшний день в США и ЕС режимы защиты данных. Для примера обратимся к регулированию Европейского Союза. Данный опыт крайне важен для нас, потому что нормативная база Европейского Союза во многом послужила основой для разработки законодательной базы Евразийского экономического союза. При этом интерес для нас представляет не только текущее регулирование ЕС, но и путь его становления. Как мы упоминали ранее, в отношении информации о доклинических и клинических исследованиях в ЕС применялся режим защиты коммерческой тайны. Такая ситуация просуществовала до принятия директива Совета ЕС от 22 декабря 1986 года. Данной директивой была введена сокращенная процедура для регистрации препаратов, аналогичных по существу первому препарату, зарегистрированному на основании полного цикла доклинических и клинических исследований. Заявитель, подтвердивший, что его продукт аналогичен уже одобренному, мог полагаться на данные доклинических и клинических исследований первого зарегистрированного препарата и подавать заявки на ускоренную регистрацию в тех странах ЕС, где срок защиты данных уже истек. Директива Совета ЕС установила, по сути, четыре варианта регулирования режима защиты данных, которые показаны на слайде. При этом действовал следующий принцип. В случае применения процедуры взаимного признания или децентрализованной процедуры, если период защиты данных в государстве признания был длиннее, чем в референтном государстве, взаимное признание в соответствующей стране участницы ЕС было невозможно до истечения такого более длительного срока. В 2001 году в ЕС начались обсуждения реформы подходов к режиму защиты данных. В итоге регулирование было гармонизировано в 2004 году, а режим защиты данных разделился на маркетинговую эксклюзивность и эксклюзивность данных. Согласно материалам, размещенным на официальном сайте Европейского агентства по лекарственным средствам, в ЕС доктринально применяется два понятия – период эксклюзивности данных или Data Exclusivity Periods и период маркетинговой рыночной защиты – Market Protection Periods. Период эксклюзивности данных – это период времени, в течение которого заявитель, имеющий намерение зарегистрировать воспроизведенный, гибридный или биоподобный лекарственный препарат, не вправе полагаться на данные доклинических и клинических исследований ранее зарегистрированного референтного лекарственного препарата для целей подачи собственного заявления о регистрации, для получения одобрения регистрации или вывода лекарственного препарата на рынок. При этом период маркетинговой рыночной защиты – это период времени, в течение которого воспроизведенный, гибридный или биоподобный лекарственный препарат не может быть выведен на рынок, даже если соответствующий препарат был зарегистрирован. В результате гармонизации подходов была выработана известная на сегодняшний день формула 8 плюс 2 плюс 1. При этом странным участницам ЕС был дан переходный период для адаптации новых норм. Соответствующая формула начала применяться с 30 октября 2005 года к заявлениям о регистрации референтных препаратов, поданных по национальной процедуре регистрации, децентрализованной процедуре и процедуре взаимного признания, и с 20 ноября 2005 года к заявлениям о регистрации референтных препаратов, поданных по централизованной процедуре. Тем не менее, режим защиты данных для лекарственных препаратов, заявки на регистрацию которых были поданы ранее установленных сроков, оставался прежним. Таким образом, для стран-участниц ЕС был установлен переходный период для имплементации наднационального регулирования в нормы национального права, а также возможность применения действующих национальных режимов к заявлениям, поданным ранее 30 октября и 20 ноября 2005 года. В соответствии с действующим законодательством ЕС, ссылка на результаты доклинических и клинических исследований, содержащиеся в регистрационном досье на референтный лекарственный препарат, до истечения восьмилетнего периода не допускается. При этом доктринальные толкования ЕС указывают, что соответствующие правила распространяются как на опубликованные, так и на неопубликованные данные. По истечении восьми лет у заявителей появляется право на подачу заявления на регистрацию воспроизведенного гибридного биоподобного препарата, однако до истечения десятилетнего срока соответствующий препарат не может выводиться на рынок. Срок охраны данных может быть продлен на один год, если в течение первых восьми лет производитель референтного препарата получил одобрение одного или нескольких новых показаний к применению, благодаря которым, согласно полученным научным данным, обеспечивается существенное клиническое преимущество по сравнению с существующими подходами к лечению. Кроме того, допускается дополнительная возможность годового продления для нового показаний к применению хорошо известной фармацевтической субстанции и для изменения в классификации лекарственного препарата на основании проведения специальных доклинических и клинических исследований. При этом для разработки отдельных видов препаратов в ЕС могут применяться дополнительные инструменты защиты. Так, например, в отношении орфанных препаратов и препаратов, предназначенных для детей применение режима эксклюзивности имеет свои особенности. Так, если регистрационное удостоверение в отношении орфанного лекарственного препарата действует во всех странах-участницах ЕС, уполномоченные органы ЕС и стран-участниц ЕС не должны в течение 10 лет принимать заявление на регистрацию или выдавать регистрационное удостоверение, а также принимать заявление о продлении срока действия регистрационного удостоверения в отношении такого же показания к применению схожего лекарственного препарата, однако из данного правила возможны исключения. При этом 10-летний срок эксклюзивности для орфанных препаратов, предназначенных для детей, может быть продлен на дополнительные два года, что в общей сложности может составлять 12 лет периода защиты. Положение о режиме эксклюзивности данных содержится и в законодательстве Российской Федерации. При этом с момента появления в тексте закона формулировки о режиме эксклюзивности претерпели ряд изменений. Исторически Российская Федерация приняла на себя обязательство работать над введением и применением законодательства о защите данных в рамках двустороннего соглашения 2006 года между правительством РФ и правительством США. Далее вопрос введения режима защиты данных вошел в повестку обсуждений при присоединении России к ВТО. 6 декабря 2011 года Российская Федерация подписала протокол о присоединении к ВТО, который был ратифицирован федеральным законом номер 126 ФАЗ и вступил в силу 22 августа 2012 года. Порядок применения положений протокола о присоединении к ВТО детально раскрывается в докладе рабочей группы о присоединении Российской Федерации к соглашению ВТО. В частности, параграф 12.95 доклада рабочей группы указывает следующее. Представитель Российской Федерации подтвердил, что Российская Федерация приняла законодательные акты и примет подзаконные акты об охране закрытой информации и данных испытаний, в которых будет предусмотрено, в том числе, что в течение шестилетнего периода любая последующая заявка на разрешение на сбыт или регистрацию препарата не будет удовлетворяться, пока последующий заявитель не предоставит на рассмотрение собственные данные или данные, используемые с разрешения правообладателя, отвечающие тем же требованиям, что и данные первого заявителя. И продукты, зарегистрированные без подачи таких данных, будут устранены с рынка до удовлетворения требований. В исполнении указанных обязательств в Российской Федерации статью 18 Федерального закона об обращении лекарственных средств была включена часть 6, содержащая формулировки, регулирующие режим защиты информации о результатах доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов. Часть 6 статьи 18 указывала, что в течение шести лет не допускается получение, разглашение, использование в коммерческих целях и в целях государственной регистрации информация о результатах доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов, предоставленной заявителем без его согласия. При этом часть 6 также указывала, что несоблюдение данного запрета влечет за собой ответственность, а на территории РФ запрещается обращение лекарственных средств, зарегистрированных с нарушением установленных требований. Порядок применения указанных положений был истолкован в рамках судебного разбирательства. Ссылка на номер дела приводится на слайде. В данном деле суд первой инстанции, а вслед за ним суд кассационной инстанции и Верховный суд РФ дали ограничительное толкование норме о режиме защиты данных. Так, Верховный суд РФ отметил, что запрет, установленный частью 6 статьи 18 закона об обращении лекарственных средств, не касается информации, опубликованной в специализированных печатных изданиях. В то же время выводы суда апелляционной инстанции отличались от выводов иных судов по данному делу. Так, апелляционный суд указал, что выводы об эффективности и безопасности воспроизведенного препарата у пациентов делаются на основании результатов доклинических и клинических исследований эффективности и безопасности оригинального препарата, то есть на основе информации, которая предоставляется производителям оригинального препарата в ходе его государственной регистрации. Предоставляемые же в ходе ускоренной процедуры регистрации дженерика результаты исследований биоэквивалентности подтверждают только схожую скорость всасывания, выведения воспроизведенного препарата и количество субстанций в кровотоке по сравнению с оригинальным препаратом. В этой связи апелляционный суд пришел к однозначному выводу о том, что использование защищенной информации подтверждается содержащимися в регистрационном досье дженерика отчетом об исследовании биоэквивалентности оригинального и воспроизведенного лекарственных препаратов. Таким образом, апелляционный суд заключил, что часть 6 статьи 18 закона обращения лекарственных средств распространяется на любую информацию о проведенных доклинических и клинических исследованиях, предоставленную оригинатором для государственной регистрации препарата, вне зависимости от того, была она опубликована или нет. Таким образом, в данном деле суды первой кассационной инстанции и Верховный суд в большей степени применили концепцию защиты коммерческой тайны, в то время как апелляционный суд применил концепцию режима эксклюзивности. Далее, федеральный закон от 2 декабря 2014 года номер 429 ФЗ внес корректировки в статью 18 закона об обращении лекарственных средств. Указанные положения вступили в силу с 1 января 2016 года и действуют в настоящее время. Законом номер 429 ФЗ формулировка части 6 статьи 18 закона обращения лекарственных средств была изменена и перенесена в часть 18 указанной статьи. Теперь часть 18 говорит, не допускается использование в коммерческих целях информации о результатах доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов, предоставленных заявителем для государственной регистрации лекарственного препарата без его согласия в течение 6 лет с даты государственной регистрации референтного лекарственного препарата в РФ. Кроме того, закон номер 429 ФЗ дополнил статью 18 новыми положениями, направленными на разделение эксклюзивности данных и маркетинговой эксклюзивности. Для химических препаратов данные положения сформулированы в части 20 статьи 18 закона обращения лекарственных средств следующим образом. Заявление о государственной регистрации воспроизведенного препарата может быть подано в полномоченный орган по стечении 4 лет с даты государственной регистрации референтного препарата в РФ. В свою очередь, часть 21 статьи 18 закона обращения лекарственных средств указывает, что заявление о государственной регистрации биоподобного препарата может быть подано в полномоченный орган по стечении 3 лет с даты государственной регистрации референтного препарата ВРФ. Однако формулировка части 18 ст. 18 содержит ряд пробелов и противоречий, допускающих неоднозначное толкование. Так, из данной нормы было исключено указание на то, что запрещается использование информации о доклинических и клинических исследованиях в цели государственной регистрации лекарственных препаратов. Вместо этого в норме используется формулировка о недопустимости использования информации только в коммерческих целях. Однако, с точки зрения доктрины права, категория недобросовестного коммерческого использования информации является противоречивой. Это связано в первую очередь с тем, что, исходя из сложившейся судебной практики, действия по регистрации лекарственных препаратов не признаются недобросовестным коммерческим использованием. Таким образом, неоднозначность текущих формулировок может повлечь за собой противоречивые толкования со стороны правоприменителя. Кроме того, из первоначальной редакции нормы были исключены формулировки о применении мер ответственности за несоблюдение установленного запрета. Исключение санкции как части нормы о защите данных дополнительно снижает потенциальную эффективность ее применения. При этом в частях 20 и 21 статьи 18 отсутствуют четкие положения, которые бы устанавливали запрет обращения воспроизведенных или биоподобных препаратов, зарегистрированных до истечения 6 лет с даты государственной регистрации референтного препарата. Такой регуляторный пробел создает дополнительные риски для регулирования фармацевтического рынка и для внедрения инноваций в сфере здравоохранения, так как теоретически допускает возникновение ситуации, при которой воспроизведенный или биоподобный препарат может быть зарегистрирован и выведен на рынок до истечения срока защиты данных. Важно отметить, что на сегодняшний день подходы к регулированию режима эксклюзивности данных остаются негармонизированными на уровне Евразийского экономического союза. При этом подход к процессу гармонизации может быть различным. Согласно заявлениям представителей Евразийской экономической комиссии или ЕЭК, вопрос о защите информации о результатах доклинических и клинических исследований будет решаться в рамках обязательств, которые взяли на себя государства-члены ЕС при вступлении в ВТО. Однако соответствующая формулировка на уровне нормативных актов ЕС не закреплена. В мае 2018 года представитель ЕЭК затронул вопросы обеспечения защиты данных регистрационного досье. По итогам обсуждения, средства массовой информации зафиксировали заявление о том, что ЕЭК готова обсуждать такие инициативы с бизнесом и ждет от него общего анализа ситуации и конкретных предложений. При этом на сегодняшний день можно предварительно выделить несколько сценариев развития регулирования в отношении режима защиты данных на уровне ЕС. Однако итоговое решение может отличаться от предложенных подходов. На этом мы завершаем наш обзор в отношении регулирования режима защиты данных и третью лекцию нашего видеокурса. В дополнение к данному лекционному материалу мы приводим список источников для самостоятельного изучения, а также вопросы для самоконтроля. Продолжение следует... Продолжение следует...